Всем привет! Не так давно Valve официально выпустил SteamOS для установки на ПК. И по разным тестам получается, что игры на ней часто имеют больше FPS, чем на стандартной Windows 10 или 11. Мне стало интересно, поможет ли это сделать из, казалось бы, совершенно не игровой платформы со встроенной графикой что-то, что сможет запускать современные игры. Сегодня мы это и проверим. Для начала стоит проговорить, что для установки SteamOS есть ограничения по железу. Видеокарта обязательно должна быть от AMD. Неважно, диск редкая это или встроенная графика, но именно от красных. Я пробовал поставить на компьютер с картой от Nvidia, но система просто не стартует. Второе ограничение – нужен обязательно NVMe SSD. На другие накопители она не будет устанавливаться. Это зашито в установщике системы и без большого геморроя это пока не обойти. Вот собственно и все. Приступаем к установке. Подопытным в данном тесте будет мой ноутбук, который использую основном для поездок. Он тонкий и легкий, и игровым его точно нельзя назвать. На борту процессор 5600H со встроенной графикой Vega. Производительности такой графики хватает, чтобы запускать инди-игры или старичков по типу первой ларки 2013 года. Установка системы довольно простая. Нужна флешка не меньше 8 гигабайт. Скачиваем официальный образ из Steam. Ссылка будет в описании. Далее с помощью Rufus или любой другой подобной программы записываем образ. В BIOS приоритетом загрузки выставляем USB раздел 1. Пойдет загрузка в Linux и на экране начнут пробегать строчки текста, где нас радостно информируют, что все окей. Потом ждем, когда запустится рабочий стол. Тут не надо спешить, потому что пока все стартует с флешки и приходится ждать. Скорость установки системы зависит от вашего железа. У меня на установку ушло примерно 30 минут. Далее на рабочем столе выбираем установщик и соглашаемся с тем, что все данные с SSD сотрутся. Не забываем об этом, если на диске были какие-то важные данные. После перезагрузки выбираем язык, время и заходим в свой аккаунт в Steam. На всякий случай устанавливаем последнее обновление. Актуальная сейчас версия SteamOS 3.7.8. В библиотеке нам любезно выделили игры, которые оптимизированы под SteamOS. Список уже достаточно внушительный. Ну в общем-то и все. Можно ставить игры и тестировать. Разрешение во всех играх будет HD, то есть 1080 на 720p. Начнем с Ведьмака. На Windows 10 средний FPS в районе 30 кадров. На SteamOS в среднем, на пару кадров выше. Еще на системе от АВ ощущается лучшая плавность в управлении, что позволяет сыграть с большим комфортом. Третья Лара Крофт. На винде в среднем 25-30 кадров, но общая рванность картинки делает все совершенно неиграбельно. График фреймтайма забыл вывести, но и без этого это заметно. На системе от Габена, FPS процентов на 20 выше и общая стабильность получше. Киберпанк. Тут все аналогично. Кадров больше почти на треть и лучше плавность. Тут я даже осмелел и поехал на кольцо смерти, чтобы протестировать при максимальной нагрузке в игре. Результат оказался неоднозначным. На клава мыши играть невозможно. Задержка на движении мыши просто ужасная, буквально полсекунды. Нормально целиться и стрелять нереально. На геймпаде все уже играбельно, но на нем играть в активные шутеры лично я не умею. Если у кого-то прокачан этот скилл, то пройти наверное можно. Эплэк Тейл Реквием. Как ни странно, на винде FPS на 1-2 кадра выше. Но играть на обоих системах будет невозможно. 20-25 нестабильных кадров в не самой загруженной локации. Silent Hill 2 на Windows 10 просто не запустился. На SteamOS мы имеем стабильные 25-30 кадров с хорошей плавностью. Отклик на мыши без задержки. При желании, скорее всего, можно будет пройти. Одни из нас. Часть первая. Винда рисует нам 20-25 кадров в начальной сцене. На удивление даже играбельно. Но на SteamOS, опять же, и кадров чуть больше, и стабильность повыше. Мышка отзывается нормально на обоих системах. Hogwarts Legacy. Хоксмидт в обоих случаях, FPS в районе 20-25 кадров. Реймтайм на обоих системах дерганный. На системе от Valve минимально играбельно, но не более. Под конец я совсем осмелел и решился запустить Clare Obscure Expedition 33. Windows 10 рисует нам отвратительные 15 кадров с довольно ощутимой задержкой в управлении. Парировать и уклоняться было очень проблематично. Играть в такое совершенно нет желания. А вот SteamOS меня приятно удивило. Почти стабильные 30 кадров с минимальной, а самое главное равномерной задержкой. Чуть попривыкнув, можно вполне успешно отражать вражеские атаки. На Симона с его быстрыми двойными-тройными атаками я бы, конечно, не рискнул пойти. Но по сюжету пробежать вполне можно. Хоть я и проходил игру на 2К-мониторе на довольно высоких настройках, но на убогую картинку при выстреленных минимальных настройках перестаешь обращать внимание довольно быстро. Когда тестировал, залип в игру минут на 30, просто бегая по локациям и сражаясь с монстрами. В целом, можно подводить итоги. Хоть чудо и не произошло, и FPS не вырос в 2 раза на SteamOS, но эта система смогла сделать вполне современный проект играбельными на не самой производительной стройке. Как по мне, это хороший результат. Тем, кто досмотрел до этого момента, отдельное спасибо. Если видео покажется людям интересным, я еще поэкспериментирую со SteamOS. Например, могу поставить ее на свой основной ПК и просидеть на ней неделю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok